Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вообще-то, вот этот вот хищник, который вы сейчас видите, это было примитивное копытное. То есть, 45 миллионов лет назад копытные были хищниками, по сути, только потом уже стали безобидными овечками. Он является одним из самых крупнейших хищных млекопитающих на нашей планете. Череп достигал длину 83 сантиметра. Ну, единственный фрагмент черепа как раз и был найден в 1923 году. В ширину он достигает 56 сантиметров, но вот в области щек, получается. В длину животное оценивают от 3,8 до 4,5 метров. Хвост 1,5 метра был в длину, рост 1,6 на уровне плеч, я так понимаю. И весил он тонну, а то и более. Вот, пока что мне очень нравится все. Бесподобно его сделали, конечно. Он был неповоротливый хищник и считает, что он либо плотоядным, то есть охотился на что-то, либо был падальщиком, потому что его зубы были очень крепкие, могли костоять. А мне вот это понравилось. Можешь еще раз? Это ты злой. А кто ты заколебал? А как тебе добреньким-то сделать? Ты заколебал. Скотина, пошел нафиг. Вот, вот это я понимаю. Тут этот козел злой какой-то. Так, и кормление, ребята, это что-то. Это Дода. Это просто Дода, понимаете? Офигеть. Конечно, не показывают, как он его сожрал, но это всегда я хотел, я просил живую добычу. То есть она была у морских, там вот эта рыбка плавает, ну акулы там, ну это еще более-менее, кстати. А здесь именно просто Дода бегает, и этот его сожрал. Офигеть, это просто классно вообще. Правда, я не понял, почему именно Дода, они типа так их легко размножать и клонировать, что ли, или я не понял? Ну ладно, давайте будем его эволюционировать. Сегодня это видео посвящено Эндрю Зарху. Вы меня попросили кайнозойских, вот вам, пожалуйста. Для начала, я думаю, мы посмотрим всех кайнозойских, потом перейдем дальше к остальным динозаврам, которых я еще не успел показать. Да вы гоните! Да капец! Да капец! Гоните! Ну и я думаю, как вы заметили, это у нас редкое животное. Жду событий, в которых придется сражаться именно кайнозойскими животными. Я обязательно вам покажу это. Просто я все эти битвы не показываю, потому что это, во-первых, ну, неинтересно смотреть, во-вторых, многие зрители, которые смотрят, они сами это все, сами играют в игру и прекрасно справляются. Какие-то мега-тактики или что-то такое я вам все равно не покажу, поэтому смысла я не вижу. Показать все-таки кайнозойских в деле это может. Так, ну давайте сравним. Здесь что-то на обычный, здесь у нее просто полосочки добавились, то есть потемнее стал, и все, единственное различие, в принципе, ничего такого. Мне вот прям, я не смотрел специально никаких картинок, не видел ничего, я просто сам хочу увидеть, как будет выглядеть кайнозойские животные на сороковом уровне. У меня вот просто уже интрига тут вовсю разыгрывается. Просто интересно, что же они тут придумали такого? У динозавров-то ладно, там, понатыкаешь шипов всяких и нормально, а с млекопитающими такое не прокатит. Ну что, здесь он стал более светлым. То есть те же полосочки сохранились, но теперь он у нас такой рыженький песик. Ну как бы спинку почесали, он весь такой потек. Ой, случайно. Ну, зато давайте сразу посмотрим на сороковом уровне у нас. Че-то он какой-то вообще страшный. По крайней мере, на аватарке. В жизни, может, он другой. Как, собственно, и все люди, да. Так, давайте глянем. Ну что это? Ну зачем? Вы испортили животное. Зачем вы это сделали? Негодяи. Так, ну смотрим. В принципе, это все тот же Эндрю Зарх, только гриву здесь ему такую добавили. И снизу эту бороду вот эту. Зачем? По мне так борода лишняя вот эта. Ну, я просто не знаю, как это назвать. Вот этот мех на шее, я считаю, что он, ну, лишний. Грива я еще согласен, но как-то, ну, пошла бы, он бы прикольно так смотрелся. Он все равно вот так смотрится. Ну, не знаю, в принципе, красиво, безусловно. Еще вот этот задний фон, это, ва-а-а. Ну, в принципе, очень красиво, но, да, меня радует, что ни шипов, ни всякой фигни тут нету. Ну, в принципе, такой у нас Эндрю Зарх на всех уровнях эволюции. Вот я вам его показал. Надеюсь, он вам понравился. И лично мне очень нравится пока что это каназойское обновление. Животное, по крайней мере, которое мы видели, выглядит круто. Так, что это у него на подбородке, вы заметили, да? Что-то такое у него, волоски какие-то. Ну, статистика, 503 здоровья, 262 атака. Не знаю, в принципе, для каназойских, я же пока не знаю, их тут мало. Сложно что-то сказать, да и они только появились. Но если сравнивать с другими, то довольно неплохая такая статистика. Ну, то есть, много атаки и здоровье, ну, относительно небольшое. Но для редкого это нормально. О, как Афи Акадон, короче. Ну, что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк Андрю Зарху. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Канал ссылка будет в описании. С вами был Дарт Сидиус. Будем дальше продолжать смотреть Кайназойских животных. До скорых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...